Доброе утро, Раф. Доброе утро, Мирокли. Если позвольте тоже спросить про алкоголь и, ну, про наркотики, это же тоже желания в человеке такие, вот, или это что-то другое? Не хочу говорить об этом. Хочу сказать только одно. Но когда мы собираемся, тем более, когда мы собираемся, тогда может каждый, ну, допустим, знаю, 50 до 100 грамм алкоголя пить. А про наркотики я вообще полностью бы их отменил. Не может быть, чтобы мы ими пользовались. Они не нужны нам. Мы должны прийти к состоянию, чтобы духовное постижение наполняло нас. Это называется эликсир жизни или наркотик жизни дословно. Мурабаша вообще это не было принято никоим образом, наркотики. Алкоголь, я повторю, что я присутствовал в самых разных, на разных трапезах и на собраниях каббалистов. Выпивали, но пили для того, чтобы чуть раскрыть сердце, чтобы открыть внутреннюю закрытость, когда человек находится в таком состоянии от рождения. И это помогает ему быть более открытыми по отношению к другим. Но открыто, красиво, с любовью. Позвольте. Но человек хочет же убрать. Я, допустим, хочу алкоголь убрать полностью. Но когда человек падает в это состояние падения, он не в состоянии с этим. Я говорю о том, как должно быть, а вы делайте, что хотите. Всё. Это есть желаемое, есть действительно. Действительно, желаемое, чтобы этого не было. Мы можем выпивать немного, называется, поднять лехаим. Лехаим — это лехаим, за жизнь. Перевод севрита. Лехаим — это за жизнь. Для этого мы пьём. И поэтому и произносим перед тем, как выпить. Лехаим — за жизнь, для того, чтобы поднять себя к жизни более высшей. И этот алкоголь как бы помогает нам чуть-чуть подняться выше своего эго. Но подняться чуть-чуть, для того, чтобы продолжить духовную работу. Без наручников, скажем так, без таких больших ограничений материальности нашей природы, нашего характера. Без наручников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok